Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас жаркая среда, 10 июля, чтоб запомнили, 2024 года. В тени плюс 30, трицарик, друзья, трицарик! Ну, пишут мне комментарии, ну что это, разве жара? В тени, но у нас-то влажность большая. Да-да-да-да, ну речь-то пойдет не про погоду, а речь пойдет про женщину. А я не могу. Что будем делать с женщинами, а? Именно вот с этой женщиной и молодая женщина. Ну, не очень, но все равно молодая, для нашего возраста молодая. Конечно же, что она будет делать? Что она будет вытворять? Да-а-а, сейчас узнаете. Кто про говорить идет? Да вы ее прекрасно знаете, друзья! Вот Силеня, вот вы знаете ее, да? Силеня, премьер, Эвика Силеня, премьер-министр Латвии. Эвика Силеня, да. Заставит ли министров жить скромнее? Вопрос, сразу вопрос. Вот она заставит министров жить скромнее. А? Давайте разберемся. Послушайте внимательно, что она собирается предпринять. Что она хочет с министрами сделать или делать с ними. Осталось только уговорить самих министров. Вы понимаете, а? Силени. Самой только осталось уговорить министров, всех министров. Еще внимательней. Присаживайтесь поближе. Я вам сейчас расскажу сказку. Но нет, это не сказка. Это быль. Во! Сегодня. 10 июля. Да. Вы понимаете, да? Эвика Силеня заочно ответила министрам на их желания. Вы понимаете? Министры хотят. Министры что-то хотят от Силени. Желание у них вдруг возникло. А? Вопреки установленному приоритету оборона и внутренняя безопасность. Приоритет. Вы это прекрасно понимаете. Но вы понимаете, да? Выбить в бюджете 2025 Дополнительные средства На Собственные В кавычки я их возьму. Вот это слово. На Собственные Приоритеты и министров. Так выпьем же за кибернетики. Нет, друзья. Сейчас разберемся. Не переключайтесь. За ваше здоровье. Вы посмотрите. У них есть собственные приоритеты. У министров. О! Погнали дальше. Выступая в прямом эфире ЛТВ-1 Премьер посоветовала Ну, Эвика Силеня, конечно же. Посоветовала министрам. Слушайте. Друзья, слушайте. Совет слушайте. Поскрести По сусекам. То есть Поискать Резервы Внутри бюджетов Самих министерств. Вы понимаете? Отказавшись, к примеру, От аренды части помещений Или даже Продать здание Если оно, разумеется, Находится в собственности государства. И таким вот образом Получить дополнительные деньги На те или иные Важные направления Работы Конкретного министерства. Конечно, В этой идее фикс Просмотреть Посмотреть Сперва На собственные Я еще раз В кавычки возьму Резервы На собственные резервы А потом уже требовать В кавычки тоже возьму Прибавку Слово Требовать Прибавки Есть Рациональное Зерно Вот только Госпоже Силине Как человеку Умеющему Уже довольно Обширный Опыт Работы В государственном Госуправлении Должно быть Прекрасно Известно Что Так Это Не работает Повторяю Так Это Не работает Бесполезно С такими Советами Обращаться К министрам Через Телевизор Ну Через телевизор Конечно Вы понимаете В кавычках Так Выпьем же За Кибернетики За телевизор За ваше здоровье Жара Друзья Ой Жара Держитесь Еще раз Напоминаю Завтра Готовьтесь Зальет Все кругом Ну Не всю Латвию Ну Больше Половины Зальет Точно Рижане Отготовьтесь Город Большой Маленький Париж Дальше Послушайте Что Силиня Хочет Чего Она Хочет От Министр Что Она От Них Требует Да Вот Привязалась К министрам Вот смотрите Да И Да И вообще Бесполезно Давать Советы Если Глава Правительства Хочет Ну Глава Правительства Хочет Министры Нет Ну Ну Вот Слушайте Она Хочет Чтобы Министры Наступили На горло Ой Господи Кому Куда На горло Собственной Песни Ой Друзья Ужас Извините Не могу Наступили Министры Чтобы на горло Собственной Песни И Залезли Залезли В карман Министерства Слушайте Внимательно Пожалуйста Сейчас И усаться Ой Да И усраться То Нужно Действовать Подобно Тому Как Действовал Предшественник Силени Ай Кто был Каринч Блять Не могу Друзья Ну Я бы выпил Ну сколько Можно Новость Не договорю Напомним Напомнить Вам Каринч Когда Возглавляет Второе Правительство Поручил Поручил Ну Либо Можно Сказать Знаете Поручил Либо Приказал Каринч Вы помните Такого Ну она же Его нахваливала Ой Как она его На руках носила Можно сказать Приказал Всем Министрам Взыскать Дополнительные Средства На здравоохранение Помните Прекрасно Помните Должны Помнить На здравоохранение И О чудо Средства Удалось Найти Аж 140 Миллионов Евро Иными словами Нынешнему Премьеру Повторяю Эйвика Силиня У нас Женщина Да Молодая Женщина Нынешнему Премьеру Необходимо Дать Ей Необходимо Дать Понимаете Кому А Ей Необходимо Дать Соответствующее Поручение Сократить Расходы Министерств На такую То сумму И ждать Результата Не 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 все Результата Ждать Надо Ей Понимаете Но Но Рискнет ли Силиня На своего рода Ультиматум Партнером По коалиции В сегодняшних Условиях А Рискнет она Когда у коалиции Всего 50 50 Голосов И она Зависит Как от Внутренней Солидарности И дисциплины Так И от Милости Двух Независимых Депутатов Сейма Раева Раева Фамилия Такая Да Мужчины И Бурова Раев И Буров От Двух Депутатов В прошлом Правительстве У коалиции Все таки Было Практически 53 54 Голоса Не считая Независимых Депутатов В любом Случае Силене И Министру Финансов Предстоит Наисложнейшая Миссия Согласовать Бюджет Страны На следующий Год И провести Его Через Сейм Вот такие Вот новости Друзья Я решил вам Преподнести Пишите Комментарии Что вы Думаете По поводу Вот что Наш премьер-министр Ревика Силеня Хочет заставить Министров Жить скромнее Вот она Интересно Заставит их Вот как Министры Захотят они Пойти На желания Такие вот Да Желания Силени Такие вот Пожелания Но это Не пожелания Я бы Сказал бы Требования Как же Ну ты же Премьер-министр Ну у тебя Власть в твоих Руках А Там подгорает Там подгорает Все кругом Подгорает Ну Это уже Про кухню пошло Друзья Осталось только Уговорить Самих министров Вы представляете До чего Дошло Ладно друзья Пишите Комментарии Я все Прекрасно Это понимаю Да Прекрасно Понимаю И даже Что будет Дальше Будет Ясновидящий Я Ясновижу Все прекрасно Спору нет Пишите Поставьте лайк Под видео Поделитесь В социальных сетях Подпишитесь Зрители Большая к вам Просьба Поделитесь И подпишитесь Ну поделиться Вы поделились А вот подписаться Вы забываете Я к зрителям Подписчики У нас Во Во Большущее вам спасибо Да От всего сердца Благодарны Вот от имени Нашего канала Пользуюсь еще Случаем Вот Передаю всем Большущий привет В студию Да Как-нибудь Друзья Устроим Дай бог вам Всем здоровья Конечно же Ну Как вам объяснить Можно было И дальше продолжить Я как-то На эту тему Открывал Ну Лет бы на 10 Бо пораньше Друзья Вот вы понимаете Вот видите Я перед вами Сейчас сижу Вот лет бы на 10 Даже хотя бы на пяток Ну ничего Дай бог вам здоровья Долгих лет жизни Нам конечно же тоже А что вы хотели Нам тоже хочется Нам же Сильнее же хочется Да Хочется А Молодая женщина Почему не хочется А ей осталось Только уговорить Самих министров Причем всех Желательно надо уговаривать Ну это вы понимаете О чем О чем речь Я вам уже это говорил Да Да друзья Огромнейшее спасибо За поддержку нашего канала Желаю всем здоровья Еще раз Никогда не помешает Здоровья Счастья Благополучия Мира добра И дружбы между народами Ну посмотрим Результат Не за горами Вот скоро Скоро друзья Не сегодня Завтра Все прояснится Ну возможно Чуть позже Чуть Плюс-минус Друзья Сейчас такая движуха Начинается Такая движуха Вы понимаете Где Про погоду Вы уже засмотрели Вы знаете Что Ну лето есть лето Но готовьтесь Град Низменности Все Зальет Кругом Все Просто Ух Что будет Ну лучше быть подготовленным Как По этим вот Новостям Так же И по Прогнозу погоды Лучше быть подготовленным Вооруженными Лучше Перебздеть Чем Недобздеть Правильно Да Все равно тяжело Да бывает Знаете Проходили Ладно друзья Еще раз всем большое спасибо Счастья всем Мира Добра Дружбы между народами До свидания Спасибо большое Продолжение следует Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому